А если потребуется, все как один, по первому зову Родины, встать на защиту священных рубежей России. Клянемся! 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 Моряками не рождаются, моряками становятся. У учащихся Морского государственного университета имени адмирала Невельского посвящение. Теперь они курсанты. Торжественная церемония была символичной. Будущих моряков посвящали на набережной реке Амур. Будущим покорителям морей вручили курсантские билеты. На посвящение они впервые надели один из главных атрибутов моряков – Гюйс. Форменный воротник! Лаву российского флота! Одеть! Товарищи родители, поздравляем ваших детей! Теперь они истинные курсанты! Подтверждение своего нового звания курсанты принесли присягу. Курсантов Амурского филиала Морского государственного университета, присягая отчизне, торжественно обещаем приложить все усилия и умения стать специалистами морского и речного флота России. В этом году связать свою жизнь с морем решили 178 ребят. Это выпускники 9-х и 11-х классов. Конкурс в морском университете был немалый – три человека на место. Наверное, та форма обучения, те подходы к образованию, которые сейчас формулированы в амурском филиале, это все-таки дисциплина прежде всего, спортивная подготовка, очень плотное знание английского языка и, конечно же, подготовка по техническим специальностям и практикоориентированное образование сейчас является наиболее востребованным. Это видно по сегодняшнему набору. В морской университет поступают не только юноши, но и девушки. Покорять водные просторы они, скорее всего, не будут, а вот диспетчерами станут точно. Ну, потому что мне нравится морское дело, я хотела бы связать свою будущую жизнь с морским флотом. Ну, на любой морской профессии должны же тоже девушки приобретать, ну, быть. Ну, сама она так захотела нас, по ее желанию, по собственному. Мы, в общем-то, сами были в неожиданности, не ожидали даже. Ну, в общем-то, у меня был даже прадедушка моряк, а у меня брат в морской авиации служил и племянник. Так что у нас, может быть, династия это будет даже, поэтому я очень рада, мы все рады. Для некоторых поступление в морской университет – первый шаг на пути к мечте. Да мне еще с детства тянуло к морю, вот такая отрасль. Мама подсказала, я ей пошел. Не знаю, штили, волны, это укачка, это вообще, это кайф. Ну, потому что у меня, как бы, отец моряк, но я, как бы, пошел по его стопам. Как бы, я мечтал с детства, как в школу пошел, мечтал сюда попасть, и я попал. Учиться будущим морякам предстоит почти четыре года, а потом перед курсантами откроются не только моря, но и новые перспективы. Амурские курсанты отправятся в плавание не только по Дальнему Востоку, но и в другие страны. Елизавета Бедник, Степан Юдинцев, Альфа-Новости.